Уж и далеко те суровые дни Шли бои на окраинах города Но не смог враг его покорить Блокадный Ленинград Ты прошел через пламя и ад Сколько выдержал, ты перенес Город боли, утраты и слез Блокадный Ленинград Самых высших достоин наград Гордость славы российской земли Город истинно русской души Ленинград Стихи Юрия Ворона о страшных событиях Начала сороковых прошлого века Словно призывный набат Возвещают о том, как в нечеловеческих условиях Голода, холода, постоянных бомбежек Возымел место настоящий подвиг духа Какая длинная зима Как время медленно крадется В ночи не люди, не дома Не знают, кто из них проснется И поутру, когда ветра Метелью застилают небо Опять короче, чем вчера Людская очередь за хлебом В Михайлове городе, находящегося В немецко-фашистской оккупации Всего две недели, но при этом Остро ощущаемым значимость героизма Советских войск, прорвавших Вражеский плен и освободивших Михайловцев, 26 января 2019 года В историческом музее прошла памятная встреча Летопись блокадного Ленинграда 27 января 1944 года В честь победы В честь разгрома фашистских войск Под Ленинградом Над него и прозвучали залпы Торжественного салюта С тех пор Великий Ленинград Каждый год в этот день Отмечает замечательный праздник День снятия блокады В музее собрались представители общественных организаций Молодого поколения Жители Михайловского района О том, насколько важна память И на каком месте стоит эта героическая дата Рассказала в своем приветственном слове Заместитель главы районной администрации По социальным вопросам И социальной защите населения Наталья Гришина 27 января наша страна Празднует Великий день 75-летия освобождения Полного освобождения Ленинграда От фашистской блокады Блокады Ленинграда Это 900 дней и ночей Нечеловеческих страданий В котором город не просто жил Но он и сражался И каждый день блокадной жизни Наверное, это каждый день подвига И жители Ленинграда Они прошли тяжкие испытания Тяжкие лишения Испытали голод, холод Но они выжили И дали отпор врагу И это величайший пример Мужества, героизма и стойкости Да, в этом году мы празднуем 75 лет Но сколько бы лет ни прошло С тех тяжких дней Наша задача Помнить всегда эти легендарные военные годы Помнить героев и помнить их подвиги И наша задача Передавать эту память От поколения к поколению Для того, чтобы наши дети Внуки и правнуки Знали, какой ценой далась эта победа Уважаемые ветераны Сегодня мы склоняем голову Перед вашим подвигом Мы желаем вам крепчайшего здоровья Бодрости духа И долгих-долгих лет жизни И конечно же всем нам Я желаю мирного неба Председатель районного совета ветеранов Владислав Москвитин Напомнил участникам встречи О приближающейся годовщине Великой Победы Вы знаете, действительно, Ленинград Ну это же был Вот потому что рассказывал, как она Ну там все было Там огромные склады были Все было огромное Это вообще И как вы сейчас говорите Там колбаса такая называлась Плесненная Она, значит Широкопченая Там этой колбасы, может быть, было Склады завалены были все Ну и гостиница Астория такая была Там жили одни немцы Вот война, значит, война И представляете, живут, значит, жители Не жители какой-то, но постояльцы Гостиницы Астория Ну сто процентов почти, что немцы То есть, ну шпионы там сплошняком были Все это дело И же первый день Все эти склады Бабайские, Дадаевские, там всякие Все это дело задело на воздух А так там можно было кормиться И сто лет, такие были все И все уничтожили Ну а раз уничтожили, сами понимаете И, конечно, вот смотреть то, что Это дело творится Значит, ну 1200 вывезли мы население 1300 даже 1200 погибло там, значит, умерло От голода, от холода От бомберок, от всех Ну страшное дело Мы сейчас вот тут стояли тоже В Поехали, вот здесь говорим Ну как вот народ, может, при такой Напряжении, при таком голоде Никто ничего, значит, не возникал А вот и только шли вот на защиту На защиту, на спасение На защиту, на спасение Вот за 120 грамм хлеба Это, конечно, нам надо учиться К тому поколению Которое вот теперь его Нету в живых Вот тут ребята молодые Есть на чего Конечно Вот Наталья Михайловна правильно Сказала У нас в Михайловском районе Мы сейчас очень много делаем Для того, чтобы сохранить память О тех годах Потому что чем дальше уходим Тем меньше памяти Чем меньше мы о ней говорим Тем все дело забывается В Жугорове даже не помним Тех великих людей Которые были во время Отечественной войны Как их имя, фамилия, отчество было Вот, потому что Ну уходят Поколение уменьшается Старые умирают Молодые туда Что значит не так А еще молодые Тоже некогда Ну 20 программ телевизора сделали А там что только одна Сами видят, что там есть Это же вообще Говорил в Воспитстве Как в Воспитстве патриотизм Когда 20 программ Вот вчера включил Ну это Разрывается душа Она говорит Выключи Брось что-нибудь телевизор Ну А говорим То есть Очень большие задачи Вот что касается нас Вот ветеранов Вот боевое братство присутствует Чернобыльцы присутствуют Что действительно Мы должны вот этим делом Всем Как говорится Инициативу проявлять Не сидеть дома А приходить Говорить И со стороны нашего Учебного заведения Министерства образования Нашего Михайловского Сейчас тоже Люди активно Там взялись Мы все это дело делаем Чтоб как-то Это дело не забыть Не забыть И уж я много Рассказывать дальше не буду Просто Вот вчера Записал Очки одел Думаю Чтоб не забыть И прочитать Там вот такую Одну выдержку Ну кто написал И кто не знает Память Обо всех погибших Действует Как прививка Как прививка От войны Она создает В людях Ощущение того Что некоторые вещи Не могут Больше повторяться Но Все дальше Отступают события И все труднее Становится Об них помнить Видишь как вот Сказал кто-то Дальше 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 Поэтому Еще раз повторяю Задачи наши Ветеранские Организации Администрации Нашей Приказ был Указ Президента 211 А 75-летие Победы Вот Праздник Огромные Будут Значит Деньги Огромные Выделяться Будут Эту память Чтобы сохранить И она была В веках Чтобы мы Дело все Помнили Спасибо вам И в надписи Что память Павшим Высекла Пятнадцать Языков Переплись И горем Братским В каждом Сердце Высится И Молились Артисты Художественной Самодеятельности Михайловского районного Дома культуры Подготовили Тематическую Программу В которой Прозвучали Песни о войне И мужестве Окупированных Ленинградцев Были показаны Видеоролики О страшных Блокадных Днях Блокадных Блокадных Привала Шов Вперед Сога В рамках встречи Состоялась презентация Выставки 900 дней Мужества На которой Представлены Уникальные Материалы Из фондов Музея Победы Из боевых Прославленных Орудий Смеялись Пели Обнимались Люди В этот день Мы гордимся Радуемся Помним Но никогда Не забываем Чтить память Всех Кто погиб В те страшные 900 Блокадных Дней Неугасима Память Поколений И память Тех Кого Так свято Чтим Давайте Люди Встанем На мгновение И в скорби Молча Постоим Выставка 900 Дней Мужества Организована В рамках Федерального Проекта Территория Победы Направленного На создание Единого Музейного Пространства В сфере Военной Истории 20 Века Проект Инициированный Музеем Победы Объединил Региональные Муниципальные Частные И школьные Музеи Связанные С темой Великой Отечественной Войны В настоящее Время К нему Присоединилось Более 150 Учреждений В том числе Музеи Рязанской Области И Михайловский Исторический Музей Посетители Выставки Ознакомятся С копиями Материалов Из фондов Московского Музея Победы В их числе Плакаты И графические Работы Созданные Художниками Блокадного Ленинграда А также Уникальные Фотоматериалы Позволяющие Проследить Историю Героической Обороны Начиная От сообщения О начале Войны И заканчивая Восстановлением Города Экспозиции Будут представлены В трех Муниципальных Образованиях Региона Экспозиции Будут представлены В трех Муниципальных Образованиях Региона В Ряжском Кровеческом Музее Увидеть их Можно будет С 23 января В Скопинском С 25 января В Михайловском Историческом Музее С 27 января Выставка Продлится До конца Февраля Наталья Бостракова Александр Каратаев Евгений Бостраков Продолжение следует